Всем привет! Hard use тестирование ножа BAK Go Strider. Несмотря на то, что это недорогой нож, производимый в Китае, тем не менее, с ним связан один интересный факт. Одно заявление официальных представителей фирмы BAK на Blade Forums. И там было сказано следующее. Было сказано то, что этот нож сохраняет некоторые черты ножей Strider. И от себя могу добавить, что безусловно, вот это вот навершие рукояти, этот контур клинка, сразу же говорят об этом. Этот нож, по их утверждениям, создавался для людей, которые не могут позволить себе настоящий Strider от Mika slash Duane или не могут себе позволить даже коллаборейшн BAK со Strider. Но при этом этот нож не является коллаборейшном со Strider. То есть он имеет некоторые черты, и как бы BAK с одной стороны говорят, что этот нож как бы похож на Strider, но тем не менее, это совсем не Strider. Но в названии этого ножа есть такой жирный намек. Оно состоит из двух слов. Go Strider, что означает призрачный гонщик. Но если прочитать эти два слова вместе, Go Strider, то мы получаем Go Strider. Ну, то есть довольно толстый намек на Strider, и нож очень похожий на Strider на первый взгляд. Это, безусловно, нужно отметить. Ну, давайте посмотрим теперь, как этот нож в работе может тягаться со Strider. Проверка остроты. Легко реже паракорд продавливанием. Заточка у нас здесь полусеррейторная. Это будет отдельно интересно. Кабель. И серрейторной, и плейновой частью режет довольно легко, продавливанием, без проблем. Дальше открывание банки. Дальше. Кабель. Парак. Парак. Перед писяц. Смех. Подписывайтесь на наш канал. Честно говоря, я даже не ожидал такого серрейтера, но он просто перепиливает эту банку. Ну неплохо, очень неплохо отработал клинок. Сталька здесь 420HC, мне кажется, тут вот можно видеть затупление, но сталька мягкая и этого и следовало ожидать. Серьезных повреждений никаких, даже покрытие, в принципе, держится неплохо. Дальше строгание алюминия. Даже серрейтерная часть, в принципе, без проблем строгает. Никаких повреждений. Можно вот видеть, какую стружечку прямо снимает. Еще серрейтером немножко. Прекрасно. Серрейтер показывает себя прекрасно. Режущая кромка затупилась еще больше немного. Затупление увеличилось, мне кажется. Не знаю, если можно будет видеть, но отсвечивает свет довольно сильно. Но, в принципе, для бюджетного ножа очень неплохо. Теперь, наверное, самый важный этап для складных ножей – проверка замка. Здесь у нас лайнер-лок. Совсем не толстый, но, тем не менее, это довольно упругая стальная пружина. Кстати, люфтов ничего не появилось. Ну что ж, пять ударов обуху. После второго удара замок заскочил на самый конец. Поэтому я не буду его трогать, открывать. Хотя, можно попытаться, в принципе. Да, вот он с этого момента стал сразу заскакивать в самый конец. Пять ударов выдержал. Вот так вот. Вот так вот китайский ножик. Вот. Места его попадения. Лайнер в самом конце. Но, тем не менее, пока он держит этот клинок, меня это не особо волнует. Появился небольшой вертикальный люфт. Я не знаю, если это будет слышно. Ну что ж, теперь пять ударов передней части. Вот, вот что получилось. Лайнер заскочил между клинком и лайнером. А вон он там. Я даже не знаю, как это нужно исправить. Ну да, теперь это происходит постоянно. Один удар передней части он выдержал. Так, а что у нас? Немножко разболтался осевой. Возможно, в этом причина. Я подтяну его сейчас. Лайнер немножко погнулся. Он деформировался. То есть, этот нож нельзя теперь закрыть. Или можно? Можно. Вот так вот. Ну, давайте с подтянутым винтом. Еще оставшиеся два раза. Нет. Даже так. Ну что ж. Долбить деревьяху мне им страшно. Потому что. Хотя. Не знаю. Ну, сами посмотрите. Слишком опасная ситуация. Может сложиться при ударах. Поэтому. Я. Сразу перехожу к пробиванию оцинкованного металла. Буду делать это молотком. Вот он складывается от малейшего ударчика по обуху. Ну, пять отверстий есть. Давайте один миллиметр. Кончик, кстати, получил довольно чувствительные замятия. Вот здесь вот. От 0,8. От ударов по миллиметровому металлу замятия еще увеличились. Ну, что ж. Попробуем нержавеечку. В принципе, так-то кончик целый. Вот что удивительно. Режшая кромка только пострадала. Ну, что ж. Одного удара достаточно. Кончик целый. Кончик целый. Замятия, возможно, стали еще больше чуть-чуть. Ну, что. Давайте попробуем батонинг. В принципе, тут уже нечего терять. Режа 96000. 0,8. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok В нескольких работах я получил такие отдачи по пальцам, такие отскоки какие-то непонятные Страйдер насколько угловатый, но там я такого не замечал Ну что ж, батонил он в принципе не ахти, но он не стал разрушаться этот нож, он не стал становиться хуже, то есть ничего не сломалось Все выдержало, да, полусеррейторным клинком батонить не прикольно Кстати, ну сейчас мы это посмотрим все в макро, чтобы рассмотреть все повреждения вблизи Забыл немножко порубить Ого! Все Честно говоря, прекрасно рубит, я не знаю, я вот просто затемляк держал и со всей силы бил им Он даже иногда прилетал вот так вот плашмя Тот же люфт, тот же кривой лайнер Но никаких, никакого развития событий, скажем так, с уничтожением ножа Ну все, теперь будем на него смотреть в макро Рукоятка осталась без повреждений Хотя и прилично намяла мне руку Но тем не менее, каких-то сумасшедших деформаций я не наблюдаю Всего винт разболтался Есть Сильный вертикальный люфт Из-за того, что лайнер погнут И он не поджимает клинок То есть здесь, я не знаю, около миллиметра сейчас расстояние Посмотрим, если это можно будет исправить Поперечный Тоже небольшой люфт есть Но не такой сильный, как вертикальный Теперь клиночек Очень порадовался рейтер Неожиданно порадовал, честно вам признаюсь Один зуб вот здесь вот сломался Это можно видеть, маленький зубец Но во всем остальном То есть у меня не было каких-то затруднений Из-за того, что это серейтерный клинок И я на самом деле часто об этом говорил Но это мы как-нибудь обсудим в отдельном видео Теперь режущая кромочка Есть замины Именно замины Вот как здесь, хоть и глубокие Хотя Да, это замен, это не скол Сталька слишком мягкая, чтобы скалываться По всей длине режущая кромка затупилась На кончике у нас Очень массированное замятие Вот здесь вот От пробивания металла Но это на режущей кромке Сам кончик Сам кончик целый Покрытие Держится очень неплохо Немножко поцарапалось Ну и давайте проверим Рез параккорда Ну продавливанием, естественно Хотя вот самым кончиком Не Это так Случайно Теперь На весу Сначала плейного части Вот так улетела у меня камера Вот это да Паракорде конечно перерезал Но чуть не разбил камеру Так Теперь давайте серрейтером попробуем Нет Не режет Нет, не режет, не режет Это он просто соскочил Ну даже если прорезает То очень так вот рвет больше Это говорит о том Что это очень такой Агрессивный Колючий серрейтер И Ну даже как бы Плейновая часть Получается веселее В данном случае Вот оно практически прорезает Ну что ж Интересные выводы Надо обо всем подумать В принципе Для такого бюджетного ножа И для такого Как бы понта На страйдер Он показал себя Очень неплохо Очень Все Надеюсь вам было интересно Я сейчас Посмотрю что можно сделать С этим ножом Как можно его починить И тогда уже поделюсь с вами Моими какими-то Моим каким-то Окончательным заключением И выводами По этому ножу Давайте рассмотрим повреждения Которые можно Очень хорошо видеть Когда нож разобран Лайнер противоположный Замку Получил Вот такие вмятины И случилось это в тот момент Когда пружина лайнера Дошла до конца И получилась вот та ситуация При которой Пружина Попала вот здесь Вот между лайнером И клинком И вот в этот момент Она и оставила Вот эти отметины На самой пятке Клинка Никаких повреждений нету Но вот Пружине лайнера Здесь вот Эта площадка Которая контактирует С пяткой Она была смята И уже не представляет собой Большую плоскую поверхность Очень сильно Помялся этот лайнер Ну и сейчас Вот он погнут Я постараюсь Его выровнять И последняя вещь Я надеюсь Что можно будет Это увидеть Это тот факт Что осевой винт Погнулся От нагрузок Можно видеть Что здесь вот Клинок Выдавил Такую вот площадку Здесь есть Небольшие ступенечки По бокам А здесь наоборот Вот такая выпуклость Вот сейчас Это видно хорошо Вот так вот Вообще Осевой винт Мне показался Таким каким-то Довольно пластилиновым В отличие от Маленьких винтиков Которые крепят рукоять Все Сейчас продолжу Собирать его В единое целое И посмотрим Что получится Нож был восстановлен После тестов Клинок Клинок Был переточен Даже серейтерную Его часть Я переточил Насколько у меня Хватило умения Поэтому Можно сказать Что клинок В отличном состоянии Но отдельно Порадовал тот факт Что Лайнер удалось Вернуть В его прежнюю позицию На середину Пятой клинка Ну вот Казалось бы Можно сказать Какие-то выводы Какое-то заключение По этому ножу Но Чего-то мне Все-таки Не хватает Думаю Ковырянием Древесины Давайте Сделаем Эту небольшую проверку Скажем так Вне конкурса И потом Уже Я скажу Пару слов Клинок Входит Довольно Глубоко Можно это Видеть Выламывает Бум И лайнер Сложился Видали Вот так Сами видите Ковыряет Отлично Отлично Мы добрались Мы добрались До кончика Смайла Вон он Вон он Ну это так Только чтобы вспомнить Ну что ж Мне кажется Смотрим Вот отлично Теперь Давайте посмотрим Давайте посмотрим Будет ли это видно Кончик Кончик Отличный Отличный результат Отличный результат Ну а нож Сам по себе Кстати Замочек Остался на месте Единственное 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 что произошло Во время ковыряния Мне кажется Я мизинцем Каким-то образом Подцепил его И сдвинул с места Как-то вот так Вот он Что-то вот такое Вот произошло Поэтому Лайнер лог Во всей Его красе Здесь На этом ноже С недостатками Вот Ну а по самому Ножу Что можно сказать Ну какой-то Непонятный Лично мне Совершенно непонятный Ход Бака То есть Мне бы было Гораздо более приятно Если бы они Придумали Ну не знаю Какой-то Бюджетный Аналог Того же Вантеджа То есть Не конкретно Вантедж Как бы Как он есть А Ну как-то Подумали В этом направлении Сделали еще один Какой-то Резачок Или какой-то Нож Который Ни на что Не похож Не напоминает Страйдер Нету Игры слов То есть Никаких намеков Ничего Сделали бы Просто Хороший Добротный Китайский нож А тут Начались Какие-то игры Я не знаю На кого Это рассчитано Ну вот Как бы Кто должен Покупать Этот нож Вот какая-то Целевая Аудитория Вот эти люди Которые не могут Позволь себе Страйдер Но У них такое Что-ли Сильное желание Что они пойдут И купят Вот это Я не знаю В принципе Мне кажется Свои 30 долларов Этот нож В натяжечку Но наверное Оправдывает Все-таки Нормально Выдержал Хардьюз Остался Одним целым Каких-то Каких-то Необратимых Последствий Не произошло Нож Был Полностью Ремонтопригоден Это Это большое Дело Ну а так Довольно Странная Конструкция Которая Сильно Наминает Руку Это было Ну прям Очень сильно И неожиданно Ну не знаю Даже Я Не могу сказать Что этот нож Как бы плохой Потому что Он в принципе Довольно крепкий Как бы он режет Он все Но его Позиционирование На рынке Вот мне Как-то Не импонирует Я не знаю Это Ну не мой подход Конечно Безусловно Насколько я знаю Этот нож По-моему Уже тоже Сняли С производства Поэтому Это что-то Что Кануло Лету Вместе С другими Иногда Гораздо Более Удачными Моделями От бака Я думаю По этому Ножу Мало Кто будет Скучать Все Надеюсь Вам было Интересно Спасибо За просмотр Пока Бай-бай